Привет, друзья! У нас сейчас осень, середина сентября, и этим летом я решила провести следственный эксперимент. История с моими ананасами длится уже, наверное, около трёх лет. Я в своё время привезла их из Таиланда, скрутила верхушки ананасов и решила посадить их в самые простые горшки. Перед этим отрастила корни, в общем, всё по инструкции. Я заметила, что первый год-полтора ананасы активно росли, развивались, а потом немножечко засопрились в своём развитии. Я пересаживала их в горшки больше, это не дало особых результатов, поэтому я решилась на новый эксперимент, и один из моих ананасов на всё лето приехал жить в парник к помидоркам. Сейчас вам буду показывать и рассказывать, как я его сажала. Вот в таком состоянии ананасик прибыл на дачу. Обратите внимание на цвет листьев, они кажутся очень обезвоженными, на подсохшие концы. И даже в центре, внутри самой розетки, ананас не очень насыщен зелёного цвета, скорее светлого. Понесла его в парник. Летний квест для ананаса только начинается. Если что, сегодня на календаре 13 июня, поэтому ананасу здесь расти долго. Знакомство с парником случилось. Вот это место мы оставили под ананас. Здесь ничего расти не будет. К сожалению, большого пространства в парнике для помидор ему не светит получить, но ничего страшного. Я вооружаюсь лопатой и выкапываю отверстия глубиной примерно по размеру горшка. Это паучок. У меня в парнике насыпная привезённая земля. Если у вас дела обстоят не так, то, конечно, в твёрдый, тяжёлый грунт ананас лучше не сажать. Это может плохо закончиться. Рекомендую тогда купить небольшой пакетик земли и высадить ананас именно в неё. Я уже почти выкопала нужную ямку. Теперь очень важно полить именно дно ямки, для того, чтобы корни чувствовали, что влага снизу, и лучше закреплялись в земле, чтобы они шли вниз, чтобы они стремились добыть себе воду. Вода, честно говоря, долго уходит. Ждать мне лень, и я пытаюсь лопаткой хоть как-то ускорить этот процесс. Теперь мы дошли до уровня жижи. Это уже лучше, чем ничего. Времени особо нету, скоро нужно уезжать, поэтому начинаю перевалку ананаса. Очень важно его именно перевалить, то есть постараться вынуть весь ком земли и не растрясти корни. Так пересадка для него будет более мягкая, и восстановление понадобится минимальное. Я считаю, что у меня получилось идеально. Конечно, это очень быстро, и, к сожалению, вам не очень было видно то, как он переваливается, но зато ананасик не пострадал. Теперь мы заполняем землей все пустоты вокруг ананаса. Здесь очень важно хорошо прижать землю. Никакого воздуха в земном пласте быть не может, иначе корни могут начать гнить. Нам это с вами совершенно не надо. Можно трамбовать чем-то, маленькой лопаткой, можно руками. В общем, смотрите, как вам удобнее, главное, добейтесь цели уплотнения грунта. Жаль, что я не замерила диаметр розетки до посадки, успех придется определять на глаз. Сейчас наступила осень, меня здесь не было, наверное, целый месяц, где-то с середины августа. Я, честно говоря, немножечко переживала и даже уже забыла про этот ананас. Много выходных пыталась приехать, не получалось. В общем, у ананаса все классно, он совершенно не померз, он выжил, потому что помидор уже нет, как вы видите, парник супер осенний. Но ананас спокойно и послушно ждет меня. На дачном участке я нашла транспортировочный горшок. Он по размеру немного больше того горшка, из которого я высаживала ананас. Собаки ругаются. Я решила, что в тот же горшок не имеет смысла сажать, так как нужно увеличивать объем кома земли. Теперь надеваем перчатки и приступаем к нашей пересадке и перевозке ананаса в город. Ситуация, скажу честно, не очень хорошая, потому что помидор здесь уже давно нету, потому что парник уже абсолютно полностью зарос. Все, что можно было собрать, мы собрали. Теперь остался наш красавчик ананас. Попробую его аккуратно выкопать. У меня здесь достаточно крупные транспортировочные отверстия, поэтому на дно буду укладывать листики. Это листья топинамбура, мне они показались самыми безвредными. Пересадку буду начинать с расчистки местности. Попробую хоть как-то убрать окружающую траву. Смотрите, какой огурец я нашла. Возможно, что он на семена. Лопату я вам использовать не рекомендую в данном случае. Лучше взять какую-то такую тяпалку, чтобы корни не повредить. Если вы перерубите корни, будет очень неприятно, а я их просто подцепляю. Земляной ком я подняла очень маленький. Надеюсь, что это не скажется на счастливой судьбе нашего ананаса. Теперь снимаю все плохие листья. Старые, желтые, немножечко подгнившие или подсохшие. В общем, счищаем все лишнее. Они ананасу уже не нужны. Они будут только забирать лишнюю влагу, питательные вещества. В общем, сейчас наша розетка, чуть-чуть отросшая, превратится в свой изначальный вид на момент июня. Но ничего страшного. Смотрите, вот эти маленькие точечки. Красновато-коричневатые. Это новые корешки. То есть он уже ананас готовит выпускать сверху корни. Думаю, что знак хороший. В общем, я почистила. Получилось примерно так. Теперь будем сажать. Для начала нам нужно наполнить горшок землей где-то на одну треть или до середины, в зависимости от кома земли на ананасе. У меня он маленький. Я буду наполнять землей из парника, потому что она достаточно хорошего качества. Прижимаем обязательно. Так же, как сажали его в грядку, так же и в горшок. Нужно очень хорошо и плотно трамбовать землю. Это важно в любом случае при посадке. И подсыпаю со всех сторон, выравниваю, чтобы ананас стоял перпендикулярно. У меня тут в землю попадает всякая зелень. Я стараюсь ее тоже постепенно убирать. И в самом конце я тоже вынимала листики, которые не увидела в процессе. Обратите внимание, как я прижимаю пальцами. Здесь сразу две цели. И ровно поставить наш цветок. И так же сделать землю очень плотной. Можно трясти, прибивать как бы горшок. Смотрите, какой метод для вас удобнее и лучше. Знаю, что некоторые люди берут рюмочку и притаптывают землю рюмочкой. Это тоже допустимо. Пока я сажала, ко мне прибежала Ульяска погреться в парник. Ульясечка, ты огурчик нашла? Говорит, что огурчик нашла. Ульяс, а давай дальше снимать, что у нас получилось. В общем-то, с помощью друга я посадила свой прекрасный чудный ананас. Сейчас вам все покажу. Ульяна, ты похожа на игуан. Друзья, все, он готов. Переезду обратно в квартиру. Что я могу сказать? Я абсолютно не заметила, чтобы он как-то увеличился в размере, вырос в диаметре, куст стал больше. Нет, ничего такого не произошло. Но плюс от жизни в парнике я, конечно же, вижу. Листья стали ярко-зелеными. Все сухие части я сняла. На новых свежих листьях ничего плохого у него не получилось. Вот, смотрите, один старенький такой подсохший кончик. Ну, это нижний лист. Это мы можем простить ему. Посмотрите, какой красавчик. Теперь у него достаточно большой и тяжелый горшок. Я надеюсь, что новый объем земли поможет ананасу успешно расти дальше. Ульясь-ка, не чавкай. Не чавкай. Также я использовала землю из парника. Она здесь привозная, насыпная. Я надеюсь, что ананасу она тоже хорошо подойдет, потому что все лето он в ней прожил. И, в принципе, хуже ему точно не стало. Надеюсь, что... Очень надеюсь, что зимний отопительный сезон... Надеюсь, что зимний отопительный сезон мои ананасы переживут без проблем. Еще очень переживаю за орхидеи. Буду ставить их рядом с увлажнителем воздуха. Спасибо, что смотрите, спасибо, что вы поддерживаете мои ананасики. Спасибо, что интересуетесь. Мне очень приятно. Если все у них будет хорошо, то, я думаю, мы будем продолжать эту серию видео и когда-нибудь дойдем до стрелочки с настоящим ананасиком. Всем могу пожелать самой красивой, самой ароматной и вкусной осени. Потому что осень у меня ассоциируется исключительно с такими словами. Давайте потихонечку готовиться к зиме, но наслаждаться нашим настоящим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok